350 лет со дня рождения Петра I, секулярный мир и религиозность. Так звучала тема шестых районных духовно-образовательных чтений, которые прошли в Большом зале Городского дома культуры. Участники мероприятия – представители духовенства, казачества, культуры, образования и молодёжь. Окунулись в историю, поговорили о церковной реформе Петра I, обсудили проблему преподавания религиозных предметов в светских школах и снижения роли религии в сознании людей и жизни общества. Секуляризация, она настраивает людей к тому, чтобы можно обойтись без веры, можно обойтись без традиций, можно обойтись без Бога. И уже согласно данным историческим, мы знаем, к чему привела даже реформа Петра I. Да, где-то Русь, она обрала некий статус, продвинулась в образовании, в культуре, но в процессе всего мы потеряли духовность, мы лишились некоторых ценностей духовно-нравственных. И в настоящее время тоже приводит к тому, и есть некоторые высказывания для того, зачем преподавать в школе церковность, зачем преподавать в школе нравственность, что церковь, она как бы ограничивает человека в свободе. И ведутся такие споры, ведутся такие диспуты, где действительно мы доказываем обратное, мы пытаемся довести до масс, что без нравственности, без духовности нет будущего человечества. Участники духовно-образовательных чтений пришли к единому мнению. Необходимо приобщать детей к религиозной культуре, чтобы повысить уровень духовности и нравственности.